Вы знаете сразу, что это за произведение? Вот если взять обе эти мелодии, фрахманинскую и вот эту древнерусскую, и вот так экспериментально поместить их в одну композицию, между ними никакого конфликта нет, они родственные, они произрастают из общего корня. Вот вам такое экспериментальное доказательство. Я начинаю с древнерусской, в кульминацию помещу Рахманинова, а заканчиваю опять древнерусской мелодией. Получается очень органичное целое. Значит, начало древнерусское. Или вот фортепиано версии, пожалуйста. Вопрос по-древнерусский, а ответ и соль минор ведет картины. Вот эта древнерусская композиция с рахманиновскими мелодиями, она родилась же не то, что задолго до Рахманинова, до Клинки, до Бортнянского, до Екатерины, до Петра, до Баха, до изобретения пианино с его равномерно темперированным строем, до наступления нового времени. И автор этих мелодий никогда не будет известен, потому что это была эпоха не авторского, а анонимного творчества. Но вот это был небольшой музыкальный эпиграф. К этой древнерусской вещи я вернусь в самом конце, и тогда уже расскажу, как это сделано и что это такое. А сейчас мы сразу отправимся в древнюю Русь. Допетровская Русь, музыка этого времени, это для многих такая таинственная земля, старая инкогнито. Ну, для того и сон, на этой лектории, чтобы эту землю открывать для многих. И того, кто совершает путешествие, эту землю удивляет богатство и изобретательность мелодического мышления этого времени. А ведь мелодия — это нервная система мира, она отображает состояние своего времени. Вот в 20 веке мелодия в определенный момент, она разрушилась, потому что очень много накопилось напряжения, катастроф, пережитых различных катаклизм. Мелодия, она среагировала, она ушла из музыкальной ткани, разрушилась, она стала раненая. Впоследствии мелодия стала выздоравливать, возвращаться в музыку. Вот современные новые мелодии, степень их уникальности, она значительно снижена в сравнении с мелодическими эпохами. А Древняя Русь — это и есть эпоха высокооригинального, уникального мелодизма. И вот сейчас я покажу несколько образцов. Ну, представьте себе, 15-16 век — главный музыкальный стиль страны этого времени — знаменный распев. Вот перед вами нотная запись, тоже под увеличительным стеклом, один в десяти тысячах. Вот за этой экономной нотной записью скрывается вот такая длинная, виртуозная, знаменная мелодия. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Или вот другой тип знаменной мелодики, специально для тех, кто никогда не слышал. С нами Бог, разумейте, язвите. Или вот такой острый экспрессивный стиль, деместственный расцвет. А-а-а, ли, лу-у, и-и-и, и-и-я, или антиплот деместственного распева, мягкий, повестковательный, путевой распев. Вот это вот все и есть самая русская музыка во всей истории русской музыки. Распевы 15-16-го столетия. Такое уникальное время, когда византийское влияние уже прекратилось, а европейское еще не успело начаться. И в России создавались свои собственные уникальные национальные музыкальные вещи. Была создана сверхсистема распевов, знаменной, путевой и домественной. Но вот если заглянуть в Европу, она еще пока не стала нашим представителем, учителем, мы независимо развиваемся. Но в ней с опережением на несколько столетий происходит тоже нечто похожее. Там тоже есть своя сверхсистема распевов, объединенная общим термином григорианский хорал. Но это совсем другой тип высказывания по внутреннему содержанию. Вот опять же сравним наше древнерусское теплое с экспрессией, даже открытая. Вот, пожалуйста, путевой распев только что слышали. А григорианика, она сдержанная, отстраненная. В сравнении с нашими экспрессивными, открытыми, это такой строгий стиль. Ведь из этой музыки впоследствии родится музыкальный классицизм, для которого отточенность формы превыше чувств. Все личное внутри, снаружи только совершенство формы, гармония, классицизм. А наша русская композиторская музыка, она практически сразу будет романтической, открытой дневной души, свободой высказывания. И это слышно уже по внутреннему эмоциональному потенциалу, по вот этой внутренней экспрессии, содержащейся в древнерусских мелодиях. Григорианика и древнерусские распевы назначение было одно и то же. А внутри закодированы две совершенно разные музыкальные идеи, которые и развернутся впоследствии музыки нового времени. Древнерусская музыка, это не только были такие мелодические красоты, она опиралась на тщательно разработанную, продуманную, осмысленную теоретическую базу, школу, систему. Вот что это дала за такая школа? Во-первых, это был выработанный, осмысленный композиторский принцип, канон. Достаточно сложная система осмогласия, которой следовало посвятить отдельной беседой и разговорой. Во-вторых, весь объем звучащего, вот вся вот эта музыка, она классифицировалась по жанрам. И для каждого музыкального жанра своя музыкальная книга. Это тоже музыкальные книги и жанры древнерусской музыки, это тоже особая тема, требующая отдельной экспедиции. В-третьих, важнейший элемент музыкальной мысли, музыкальной науки того времени, это сама нотная система, нотная запись, язык символов, нотных вот этих иероглифов. То есть вся музыка Древней Руси, она опиралась на разработанную методику, на знание музыкальных законов своего времени. И вот на Гремне Волны, в начале 17 века, появляется уникальная личность, Иннок Христофор, монах Кирилла Белозерского монастыря. Вот как бы мы сегодня говорили, это был хорместер, педагог, музыковед, систематизатор. В 1604 год Христофор создает важнейший подытоживающий труд. Только вот задуматься на минуту, что такое 1604 год, вообще начало 17 века. Это же пик кризиса в стране, государство в упадке. Там еще были какие-то страшные природные катаклизмы, такие, что прямо летом были заморозки. Урожай погиб. На протяжении нескольких лет страшнейший голод, который там унес миллион жизней. Смутное время, грабежи, разбой. Тяжело начинается в 17 век. В принципе, очень тяжелый был век, и кончился он целой чередой катастроф. Как сказала одна современная поэтесса, лишь когда нам действительно плохо, мы хорошие пишем стихи. Этот принцип в искусстве на 100% работает. Я не знаю, насколько он лично к Христофору может быть отнесен. И совершенно очевидно, что Христофор в тяжелое время создает очень важную работу. Он пишет книгу, которая объединяет все существующие на тот момент жанры и стили пения. Причем, как сам он признается, пишет в предисловии к этой книге, что он собрал образцы от лучших мастеров пения. То есть он создал христоматию высочайшего музыкального качества. Вполне возможно, что Христофор действительно, видя общую обстановку, картину, он предчувствовал и понимал, что грядет какая-то новая эра, наступает новая эпоха, большие перемены, и стремился законсервировать, сохранить вот это уходящее богатство, вот это музыкальное наследие. И самое интересное в сборнике Христофора — это конец. В конец этого сборника Христофор помещает свой первый в России авторский учебник по композиции, теоретическое руководство под названием «Ключ знаменной». В этом руководстве он приводит все-все существующие знаки нотной системы того времени, даже двух нотных систем — путевой и знаменной. Потом он свозит их в таблицу, где менее распространенные путевые знаки он расшифровывает более всем понятными, известными знаменами, объясняет, как знаки складываются в формулы, все подкрепляет музыкальными примерами, строками из посмотрений, объясняет, как строится музыкальный период строка с формул. То есть начинающему музыканту предлагается освоить язык левым отдельных, освоить формульное мышление, тот самый композиторский принцип канон, пройти тренажер по составлению музыкальных периодов строк. И далее ему уже дается контекст, классика того времени, хрестоматии шедевров, и музыкант готов. Конечно, вот этот теоретический труд, он совсем другого плана, чем подобные же работы в Европе, например. Потому что здесь у нас ничего нет такого схоластического, академического алгебры, физики, акустики, анализа. Это труд, созданный на гуманитарной земле, на земле практиков. Здесь только есть один маленький математический элемент, который к сути учебного руководства не имеет отношения. Это имя автора. Он дал его не прямо, он его зашифровал в виде математического ребуса. Он так написал, это называется числовая тайнопись. Если хочешь узнать имя писавшего книгу сию, и предлагает сделать вычисление. Три сугубая сторица. Сугубая, значит, удвоенная. Три умножить на два, у нас сто, получается шестьсот. А в древнерусском языке цифры обозначаются буквами. Тоже такая гуманитарная наша черта славянская. И числу шестьсот соответствует х, первая буква имени, и так далее, это шифровый, этот ребус. Пяти сугубая, десятирица, три сединица, диздиного числа. И выясняется имя автора Христофорд. Это была такая черта эпохи прятать свое имя, потому что пока авторское право не было юридически, психологически, всячески он не установлено, афишировать свое имя было не принято. Ну, с другой стороны, тут даже какая-то улыбка Христофора, потому что он взял и все эти вычисления свои потом еще суммировал. И сказал, а в сумме будет тысяча девятьсот там с чем-то, зачем-то он еще и это сделал. Вот, с одной стороны, Христофор, он подводит черту, он подытоживает целый период накопленного богатого опыта. С другой стороны, Христофор, наоборот, он открывает новый путь для русской музыкальной науки. Но русская музыкальная наука, она пошла совсем другой дорогой. Она свернула с этого пути. Почему она это сделала? Почему какие-то механизмы пришли и повернули все совсем по другому пути? Вот, чтобы понять, что это за механизмы, надо посмотреть, как эти механизмы возревают в Европе. Потому что нам, в Древней Руси, в то время совершенно неведомо, в каких на самом деле интеллектуальных битвах и спорах рождаются музыкальные законы в Европе. Нам-то эти законы уже в готовом виде даром принесутся, и мы на них построим новое музыкантское здание. Главная музыкальная проблема того времени, которую решает Европа, это музыкальный звук, точнее, поток звуков. Как их все систематизировать в гамму? Вот то, что мы сейчас видим, наша гамма от одного звука до его повторения, совершенно ровных 12 ступеней с ровными расстояниями между друг другом, вот эта совершенная, универсальная, гениальная система, она родилась в результате битвы лучших умов Европы. Вот такой маленький пример приведут. Начало 16 века в Европе появляется Царлино, Жозефа Царлино, итальянский теоретик. Так же, как наш Кристофор, он тоже подводит черту под накопленным опытом определенным, подытоживающий такой труд, создает фундаментальный труд, основы гармоники. Но идея Царлино, она математическая, бифагорейская, потому что вообще вся вот эта греко-римская, латинская цивилизация, в то время она находится под сильнейшим обаянием математики, красивых вычислений, математических пропорций. И для Царлино очень важно найти красивое число. И Царлино находит это число, это 6, потому что 6 планет на небе в то время так считалось, 6 дневетворений. Еще вот кто математикой занимается, тот знает, что шестерка это первое совершенное число, потому что она, сумма всех своих делителей, 1 плюс 2 плюс 3 равно 1 умножить на 2 умножить на 1. Но если взять шестерку, если брать только первых 6 чисел для разделения колеблющих струны, ну или трубы духовного инструмента, то получается чистый Царлино в строй, в котором чистая октава, чистейшая неприкосновенная квинта, значит 2 к 1 колебания дают октаву, 3 к 2 дают квинту, чистые терции, вот такой чистый Царлино в строй. А все остальные тоны, которые гораздо больше, чем 12, они вокруг этого костяка плавают, и голос с голосом, голос с инструментом, инструмент с инструментом трудно сочетаемый, потому что на пути все время волчьи тоны так называемые. Вот видите, нам в Древней Руси совершенно не свойственно было измерять алгебры гармонию. Мы создаем наши музыкальные красоты и не подвергаем их анализу, потому что наш главный критерий, регулятор, это слух и практика. А в Европе ищут идеальный строй, математически припарируют музыку. Вот, например, один образец того, как они пытаются классифицировать звуки. Вы видите, это рисунок. Это архи Чембала, многоклавиатурный инструмент 16 века. Вот если вы посмотрите на наш рояль, вы увидите, что в одной октаве сколько он получается? 5 черных, 7 белых клавиш. Всего 12 ступеней. А вот здесь это одна единственная октава. Здесь 6 рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Каждый звук представлен с 5-6 ступеней версии. Здесь 37 тонн в октаве. Но это одна из версий классификации звуков. Там они пытались еще больше звуков уместить в систему. Суть там заключалась, что Сарлина и вот вся та часть музыкального общества, которая поддерживала ее точку зрения, они считали, что все природные звуки нужно обязательно увестить в систему, не потеряв ни один. А темперированность, вот это уменьшение количества звуков и темперация, она вызывала ужас, отвращение. Она считалась уродливой, лишающей музыку всех ее красок. Но вот приходит другой великий человек. Точно так же, как к нам сейчас на Русь тоже придет другой великий человек и все у нас перестроит. Это другой великий человек Венчанцу Галилей, отец будущего Галилея. Галилей-то начинал как ученик Сарлина, но впоследствии он тоже понял, что музыкальная материя и строй это вещи регулируемые не линейкой, а слухом. И он пишет антицарлиновский трактат, в котором он громит вот этот числовой мистицизм и объясняет, что темперированная музыка, темперированный строй, он позволяет творить чудеса в музыке, писать то, что в других настройках невозможно сделать. А самое главное, Галилей объясняет, что темперированный строй, он позволяет вводить в музыку эмоцию, аффект, создавать совершенно другую музыку, говорить в музыке о чувствах. Для Царлина это все совершенно аморально, недопустимо, используя свой священный сан, он в освящении, свои связи, он препятствует выходу в свет от этого трактата, но Галилей все равно добивается, что трактат в свет выходит, и вот там получается скандал почти государственного масштаба. Вот эта полемика Галилея и Царлина, это один только частный пример, который показывает, как на самом деле мучительно рождался тот путь, который приведет весь мир к музыке нового времени, с ее комперацией, гармонией и, как следствие, эмоцией с возможностью говорить в музыке о чувствах. И, кстати, вот этот новый тип музыки, комперированной музыки, она вяжет за словом венецианской школы музыки в 16 веке, на базе которой к концу 16 века родится новый хоровой стиль, новое хоровое письмо, цветистое, роскошное хоровое письмо, которое через Польшу, Украину и придет к нам в Россию, поменяет наше представление о звуке, о музыкальной материи, о способах работы с музыкальным произведением, даже на мировоззрение, наверное, частично повлияет тоже темперация. Но на самом деле по-настоящему споры о темперации они утихают только ближе к 19 веку, когда рождается зрелый рояль. А в России отзвуки этих споров можно увидеть в гармоническом клавесине князя Владимира Адовецкого. Князь Владимир огромных масштабов личность, вот он считал, что слух современного человека очень повредился от имперации и вообще слушанием европейской музыки. И все разрушилось, он считает, от европейской музыки. А настоящее истинное музыкальное красивое тонкое звучание, оно предполагает гораздо большее количество тонов в октаве. И Адовецкий заказывает себе в Германии клавесин, рояль, в котором в октаве 19 ступеней, не 12, а 19 четвертитонов настройка получается. Но этот рояль он не востребованный был. Кстати, это 40-й год 19 века. То есть вот такое время достаточно позднее. Глинка пытался играть на этом рояле, но все-таки 12-ти тоновая настройка, она оказывается универсальной. Она воцаряется в 19 веке, используется достаточно ровно. А уже со второй половины 20 века, в Европе, в Штатах пораньше, у нас в России чуть с опозданием, композиторы опять начинают расширять строй, расшатывать гамму, писать новую, то есть хорошо забытую старую музыку, а древнюю музыку начинают пытаться исполнять в аутентичных древних настройках. И вот сейчас вы услышите произведение для пустыня, написанное в 20-ти тоновом стройке. То есть практически сейчас прозвучит рояль Адоевского. Наверное, Адоевский был очень порадоват, потому что в его время рояль совершенно не востребован. это произведение написал наш современный философик, преподаватель нашей философии Пётр Норвич Черномривец. Он работает в 20-ти тонн в устроен. И вот обратите внимание, что как только в гамме становится ступеней больше, чем 12, из музыки сразу же уходит прямолинейная мажор-минорность, её обычная, привычная для нас эмоциональность. Музыка по внутреннему содержанию сразу же стареет, она приближается к древности. И вот так вот через 20-ти тонн в универацию можно слухом немножко попробовать прикоснуться к звуковым палитрам древности. И древнерусскому человеку неоткуда было услышать нашу сегодняшнюю настройку. И все древнерусские явления, музыкальные явления, они звучали, исполнялись с гораздо большим количеством красок. Вы послушаете, как расширено на самом деле бэрис? запись прямо с концерта делались, поэтому такое качество у нее. Вы слышите, она вот такая широкая. В 16 веке рождается особое русское многоголосье. Вот на первой лекции об этом много было разговоров. Срочное многоголосье, которое представляло собой спрессованные мелодические линии, сплетшийся узел три-четыре голоса, кое-же шарлое звуковое облако. Когда исследователи только открыли его в рукописях, они удивились, как можно было в средние века создавать такую диссонантную жесткую музыку. Но потом разобрались, поняли, что это не ошибка. Сейчас мы научились уже слышать красоту вот этих тесных соединений. Но вполне возможно, что в древности вот эти тесные соединения, они тонировались в какой-то такой вот палитре, более широко, более мягко, и они не воспринимались как диссонансы. Наверное, чтобы научиться правильно исполнять древнерусские некоторые вещи, особенно многоголосные, вот эти доевропейские, нужно много слушать современной музыки в расширенных строях, чтобы слух обогатить количеством тонов, научить слух слышать, воспринимать эти тоны, которые сейчас у нас провалились в щели между клавишами, а в то время использовались. Ну, то есть темперация это ножницы такие, которые позволяют привести буйную природную стихию в стройность, как садовник, который регулирует рост ветвей в парках, чтобы эту природную симметрию привести в уравновешенную скульптурную форму. Темперация, она это и сделала со звуковым потоком, она вырезала ненужные звуки, оставила 12, расположила их ровненько, но переход к темперации к 12-тоновой, он уже привел к рождению прекраснейшей музыки на свете, и древняя музыка, она вписалась в эту систему. Темперация, она постепенно проникает в нашу страну, перестраивает наше музыкальное мышление, вот точно так же, как Царлина и Галилей были двумя антиподами, которые представляли два лагеря антагонистов в свое время музыкальных, точно так же явился антипод и нашему Христофору, и всей в лице Христофора нашей древнерусской музыкальной идеи. Пришел великий проводник, яркий проводник европейской музыкальной идеи за ее опытом генерации, слышанием, и этот яркий проводник, он сломал самую русскую музыку и сделал ее русско-европейской музыкой. Этот человек Николай Делецкий. И вот официально с 1677 года ключу знаменому у Индока Христофора противопоставляется другой трактат, его название столь длинное, что я без запинки наизусть не могу. его прочитать. Ну, называется он «Идея грамматики музыкийской или известные правила слуги музыкийскому, в них же обретаются шесть частей или разделения». Вот такое длинное название, не то что у царлина основой грамматики, тут наша, наверное, тоже славянская такая гуманитарность сказалась. Обычно говорят просто «грамматика Делецкого». Это такой первый первый учебник по элементарной теории музыки, уже такого европейского типа сальфежо, с элементарными уже понятиями гармонии. Но наша сегодняшняя лекция, она не может быть и не должна быть посвящена анализу этого уникального памятника, как и ключу знаменому имени Христофора, потому что это вещи, это такой космос, который требует отдельной экспедиции. А наша задача сегодня понять, какие в конфликт вступили основные идеи, основные принципы. Что же такое самое главное сделал Делецкий и его музыка, и его трактат? В первую очередь Делецкий он сломал русский музыкальный минимализм. Я вот сейчас объясню на простом примере. 6 апреля в этом зале состоялся концерт современного композитора по имени Арай Фитингов. Наверняка кто-то кто-то был на этом концерте и представляет себе, что это за такая музыка. Я прослушала практически все его сочинения специально, чтобы понять, что слушают сегодня люди. Это музыка, которая написана без протопьяна, такая негромоздкая, прозрачная, в стиле минимализма. Что это за музыка такая? Это музыка, в которой нету столкновения противоположностей. В ней нет резких контрастов, в ней нет динамичного экспрессивного переживания и развития. В ней есть небольшие музыкальные детали, и эти детали в большинстве случаев они уже заранее сочинены, лежат в коробочке. И в определенном алгоритме с заданным автором они комбинируются, а каждая деталь она по истечению музыкального времени барьируется, видоизменяется чуть-чуть, как переливающиеся грани бриллианта. Минимализм он научает слушателям восприятию тонкого внутреннего процесса однообразия. Он учит слушать медленно разворачивание без резких эффектов. В древнерусских распевах они создавались точно по этому же принципу музыкантскому, композиторскому, по этой же композиторской технологии. В древнерусских распевах производится тонкая внутренняя интонационная работа по эмоциональному расцвечиванию смыслов. Там нету прямого грустно-веселого. Там есть такое сложное двуединство радости и печали. Скорбящие радости. В древнерусский человек он же понимал что не выстраданного счастья, что радость и счастье они диалектически взаимосвязаны. Мелодия как нервная ткань мира она впитывается в состояние в его настроении своих авторов. Поэтому тема борисная тема радостнейшая величайшего праздника они музыкально в древнерусских расцвечах оформляются практически без контраста. Только внутренняя очень тонкая такая интонационная работа которую надо уметь еще раз слышать. Но вот приходит Деленский и он приносит другую идею. Он приносит другую цивилизацию другой способ слышания и передачи эмоций через музыку. Он устанавливает наклонение в музыке. Если текст по содержанию веселый он пишет что эта музыка должна быть в веселом наклонении. У него нет слова мажор еще это термин более поздний. Точно так же как и нет у него слова минор. Но все печальные произведения у него в печалном наклонении. То есть они все сплошь минорные. Деленский он бы открыл для себя мажорный ноль немножко утонул в нем и стал пользоваться вот этими яркими красками без оттенков прямые эмоциональные плакаты. То есть произошел такой вот уход от тонкой интеллектуально напряженной внутренней интенсионной работы которая была в древнерусских распевах одноголосных. И Делецкий еще он устанавливает жесткую схему композиции. Он там описывает как нужно строить инициум начало кульминация и конец завершения точков замкнутая на себе завершенная целая. То есть Делецкий он принес на русскую землю феномен произведения опусный творческий метод. И древнерусские распевы они создавались по правилам канона. Это было внеавторское коллективное творчество. А Делецкий противопоставил этому методу авторства создание опуса. То есть результат однократного творческого действия индивидуального вдохновения. Это уже такая европейская идея законченной пьесы чего раньше не было. В древнерусских одноголосных распевах каждое песнопение одно разомкнуто в другое в другое в третье они бесшовно соединяются в единое вот такое звуковое полотно богослужебной драматургии. А у Делецкого каждое песнопение теперь имеет свой замкнутый закрытый внутренний сюжет свою собственную внутреннюю жизнь от всех ограниченных произведений. Ну и конечно главнейшая музыка Делецкого это музыка аккордовая вертикальная. Закончилось царство чистой мелодии началось царство созвучия аккордов. Ну вот пожалуйста Делецкий. Слышите вот этот посыл его патетический? Делецкий же устанавливает новый способ сочинения мелодии. Он говорит что мелодия должна обладать театральной изобразительностью вводит правила риторических фигур. И это вот этот оттенок вот это зерно оно активно прорастает в хоровом письме композиторов уже нового времени. Вот вам например Делецкий 20 века начал 20 века мастер хорового письма Александр Архангельский вот один из его хоров послушайте это же речь оратора.